В Заполярном центре выбрали маленькую мисс и юного мистера Мурманск-2015. За звание лучших боролись более 30 мальчиков и девочек от 4 до 12 лет. Финалу предшествовала кропотливая работа. С сентября участники занимались хореографией, учились танцевать три раза в неделю по два часа. Подготовка к финалу оказалась непростой для родителей, все это время терпеливо ожидавших детей в холле. В преддверии грандиозного гала-концерта в одном из фитнес-клубов состоялся день спорта для всех участников конкурса. О том, как это было, расскажут наши корреспонденты. Динамично двигаться в такт музыки и тянуть носок большинству не привыкать. Спортом занимаются многие. Среди претендентов на звание маленькой мисс и юного мистера только талантливые дети. Одни играют на фортепиано, другие изучают английский. Но физической культуре в этом конкурсе уделено особое внимание. Мы для детей решили представить полностью, что такое детский фитнес. То есть это и спортивная часть, которая была в самом начале, на полосе препятствий, где были задействованы абсолютно все группы мышц. То есть это и мышцы спины, и мышцы ног, плечи, все, корпус. Плюс это танцевальная часть, плюс это растяжка, плюс сейчас у детей проходит комплекс на спортивные игры. Подготовить домашнее задание, научиться дефилировать. Почетную награду нужно заслужить. Домашнее задание, конечно, пришлось попотеть. Мы собирали очень много фотографий, и старых, и новых. Собирали много моих рисунков, потом их фотографировали. Все это сделали, как фото... Ну, каждое фото длится 5 секунд, и получилось видео. И на заднем плане песня. Я должен петь. А мы с сестрой поставили танец по хип-хопу. Надо было репетировать, тоже было сложно, но мы выступили. Оценить свои силы участники смогли на генеральном прогоне. По итогам конкурса судьи выберут трех девочек, которые займут первое, второе и третье места. И одного мальчика. И за два дня у нас появилось практически 50 участников. Мы брали всех, потому что это не конкурс красоты, это фестиваль творчества, таланта. То есть мы не оцениваем красоту. У нас одно из требований детки не красятся на конкурс, девочек запрещено красить на конкурсе, на фестивале. И поэтому здесь уже родители сами принимали решение, есть ли у них возможность приводить ребенка на занятия. Потому что это действительно очень большой труд не только детей, но и родителей. Этот конкурс организаторы планируют сделать традиционным. А пара, ставшая лучше, отправится в Москву, чтобы принять участие во всероссийском шоу, которое проводится с 1984 года.